МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем здарова, с вами Бул, и мы продолжаем сферу Санглоденко, Школа 6 ШГШ. Заголовок наполнили школу, змеями наказали училку глазами школьника. Змей, мало нам попугаев, там, попугаев, я уж не понимаю, помню, там, в общем, кого-то там приводили. Мышей, там еще куча, еще других птиц, глубей. Во втором сезоне вообще кто-то приносил, Саша, наверное. Так, и значит, иногда, что будут говорить, иногда так тихо, но время позволяет, это Руслан умеет вовремя, умеет вовремя выпускать свои ролики, поэтому я как человек, человек работы обязан... Так. Блин, хотел вспышку изумить на телефоне, но у меня просто мало заряда, поэтому придется вот так вот сидеть. Ладно, не буду говорить, что было в предыдущих сериях. Здесь у вас в Тельмой реакции вы сами знаете, ну или серию Руслана. Поэтому давайте погнали. Вопросов вроде ко мне больше нет, все замяли. Что было в предыдущих сериях? Значит, пойдетесь со мной к директору, и что ему будете объяснять. Буду выбивать из вашей башки тушь. У нас камеры по всей школе. Ну что, друзья, новое видео на школе, уже в которой обязательно, что тебе понравится. Наши сады, не забывайте, что наша цель 650 подписчиков, давайте добьем... 750 подписчиков, давайте добьем результат. Приятного просмотра. О, как ты соскучился опять на дырку. Я лечу к тебе, кометы, у меня в портфеле две бутылки нашей любви. Ну как я тебя? У меня два круга, лучшее время. Тебе бы поучиться у меня водить. Да это потому, что я тебе поддавался там. Чтобы ты и поддавался? Ну-ну. Если честно, я думала, что ты забыл. И день влюбленных я проведу дома, залипая в телефон. А должна залипать только в мои глаза. Ведь рядом с тобой мужчина. Ну я пока не знаю, хорошо это или плохо, но твои походы к психологу тебя явно поменяли. И по-моему, в хорошую сторону. Кстати, психолог! Я разбил ему монитор от пола. Но это потому, что он вел себя как дурак. Хотя его понять тоже можно. Он с девушкой расстался, она уехала, ее папа уехал. А он не слушает его сейчас, да? Кстати, он мне билеты и дал. Подожди, подожди, давай по порядку. Ты снова разбил что-то об голову ученика, а потом позвал Полину на карте. Подведем итог. С девушкой у тебя все хорошо, но людей ты продолжаешь бить. Да это все после того, как и по вашему совету не надел форму. А еще у меня в шкафу оказалось очень много Валентина. Интересно. Ага, поклонницы. Попробуем с тобой телесную терапию. А, надо ее с вами проходить? Просто у меня есть девушка. Чувство юмора хороший знак нашей работы. А вот то, что ты часто упоминаешь свою девушку, настораживает, что ты боишься ее потерять. Это может быть больше привязанность, а не любовь. А терапию проходить нужно не со мной. Я тебе сейчас все расскажу. Здесь главное уверить. Извините, я в школу опаздываю. А урок у Рашида Жавдатовны? Вы сами знаете. Но у нас еще 5 минут. Я в школе почитаю про вашу телесную терапию. Угу. Воу, кроме телефона своего больше ничего не интересно? Билеты дал? Все, друзья больше не нужны? О, дерзкий. Вообще не заметил. Я просто читаю тут задание от психолога. Задание это, конечно, хорошо. А за друга порадоваться, нет? Ты что-то сделал с кубками? Ты их поменял местами или перекрасил? Вообще ничего нового не замечаешь? Ты говоришь, как Полина. Зато я теперь понимаю Полину. И почему она вечно с тобой ссорится? Ты ничего не замечаешь. Вот. Это что, брелок? Сам ты брелок. А это кубок за прошлогоднюю Спартакиада. Тут даже имя мое есть. А-а-а. Короче, ты... А, за Спартакиада. М-м-м. Я уже начал потихоньку забывать о том, что у них там было. Про это Спартакиада у них единственная в той серии, я помню, это цирк. Это был 37-й. Это был 37-й эпизод, если я правильно помню. Ты его сам купил и сам поставил. Да, дерзкий. Снимай давай, сейчас защита моя очередь. Мыхку. Ой, господи, экспериментаторы хреновый. С Вера очками теперь будут экспериментировать? И сейчас вообще-то моя очередь. Я вообще-то здесь. Да я сейчас реально втащу. Бесен. А я здесь при чем? О, Мон, где коротышка. Я вообще-то здесь, придурок. Ты что, офигняешься? Так, короче, я тут почитал. Тебе нужно больше трогать людей. Ну, так сказать, тактильность свою повышать. Ты уверен? Ну, я же не дурак, читать умею. Кстати, я не понял, что у Дерского с пальцем не понял. У него с большим... У него с большим пальцем что-то не то. Точнее, вот с этим, с правым. Он что, его я-то уже наломал? Хочешь, с меня начни? Я сказала, по коридорам не бегать. Отчислю лично и не позволю. О, Рашид Жавдатна, как вы всегда прекрасно выглядите. Начни с нее. Ну, это же неловко. Кстати, я ведь, я не знаю, что телесный контакт, что это означает. Спросите, если что, за мою неграмотность и за мои незнания. Я просто не поэтому делал специалист. Ладно, но... Ой. Глянь, когда смотрят? Может, не надо? Может, не Гжавдата? Можно быть уверенным. Ну, блин, мальчики! Рашида Жавдатовна, это... Страшно. Страшно. Странно. Я тоже рада вас видеть. Такое должен дерзко делать, а не Дима. Руслан, ты ничего не путай. Может, спустите меня уже? А, да. Вы в заложниках. Да, уроки. Не опаздывайся. Ого, Димон. Это было смело. Это было пипец, как смело. А если бы я тебе сказал ее поцеловать, ты бы тоже это сделал? Ты уж не наглей. А, стоп. Ты же ее уже целовал. А, да. Надо. Так, ладно, она даже подобрела. Вроде улыбочка нарисовалась. Ты меня обманул. Ну, вообще, это твоя телесная или тактильная терапия. Это что, тип медитации? А так это тебе... Это это, что ли, реально медитация? Медитейшн? И за монитором мою голову. Справедливо. Воу, воу. И вообще, завязывай со своими этими обнимашками. Лови. А если мы их разобьем? А, знакомые кадры. Такой Руслан постил. Будет вина, кто это сделал. Может, лучше коню завесить? Конь же вроде не просвечивается. А она всегда снимает? Даже когда мы на физру переодеваемся. Это значит, что я не смогу смотреть тиктоки на уроке? Мне придется учиться? Ну... Видать, придется. Тикток тиктоком, а учиться надо. Слышно, я не вижу проблемы в этом. Очки сними, придурок. Ну, ладно. Ну, попрощайтесь с камерой. А что вы делаете? Мы сделали на одну проблему меньше. А нам не влетит за то, что мы камеру заклеили? Ну, я не слышу, что охранник бежал по... А, да, хотя Анжела вернулась. Покидору с криками. Что вы сделали криками? От ее... От соб... От укуса собаки. Поэтому за нами точно никто не следит. Как там твой психолог? Ну, психологу я дам. А с какой перепугу? У тебя это должно волновать. А, ну да. Его же самого надо к психологу отправить. Я тоже к психологу. Психиатру. Обещание больше не разбивать, а в голову предметы. Поэтому лучше не провоцировать. И... Боюсь, боюсь. Бойся, шляпы, иначе порвется. Полинка у нас любительница опаздывать на уроке. Не знаю, как Полина, Димон, но я у тебя за спиной. Не бойся. Так, что у нас по уроку класс? А ты где был? Да так, по делам ходил. Фу, какая гадость. А с этим что? Да он же тоже фильм просто смотрит. И вообще... Фильм в VR? Я слышал подобное. Есть... Есть такие функции, но... Но не в таком. Моя очередь, отдай очки. Слышь, тебе напомни, как мы их купили? Моя идея была тогда как бы в вас не слава. А твоя башка додумалась только поспишь мелкого на лысо. А ты класс? О, типа брат. Ореха пришел. Перепутал? И что это такое? Это что, брат? Это меня, брат. Брат? На брате. Зачем он террариум принес? Не понял. А вас не смущает то, что тип из класса, который нам угрожал, принес к нам змею? Ну, угрожал он только вам. Мы тут не при делах. Если эта угроза, это самая лучшая угроза в моей жизни. Я же люблю змей. А вы знали, что они... Ммм. Ты и лягушек еще обожаешь, Рома. Ты же их вскрыть хотел. А сейчас за змею возьмешься. Змея могут прожить без еды от трех до пяти месяцев. А она ядовитая? Ядовитая, чем ты. И в отличие от собаки, она тебя еще не кусала. Так, ладно. Мне кажется, или это ход Григория Федоровича? Как он там говорил? Мышцы, мысли. Точно! Это его рук дело. Я готов сломать Григория Федоровича! Я не такой же этот класс! Да стой там уже на месте. Несмотря на ее размеры в эту стандартную... А что ты ее достал? Верни на место. А если она голодная, то все десять. Ты придурок! Зачем ты ее вытащил? А вдруг она агрессивная? Единственная агрессивная... Я думаю, это питон какой-нибудь. Это тебя после расставания с дочкой льва так паять начинает? Прости, Ксюша. Не понимаю змеиный язык. Ну, один-один. Слышь, Ром, дай змею подержать. А, какого змеи тут весь? Слышь ты, андроид на ножках. Меня эти ваши очки уже кумарят. Я сейчас змея скормлю. Ромка, она пластик хавает? Слышь, дерзкий. Не надо разбивать. Сейчас просто моя очередь этих носить. Тебе не противно ее в руках держать? Она тебя больше боится, чем пею. А если серьезно, как угроза от Григория Федоровича выглядит очень странно. Я бы даже сказал бесполезно. Может, это не его рук дело? Мне кажется, это змея Нателлы Павлиновны. У нас же биология сейчас. О, Нателла Павлиновна? Она возвращается? Я был только рад ее увидеть. Знаешь, лучше помолчить. Ты не знаешь, Григория Федоровича. Этот человек похож на того, кто держит свое слово. И немного... Ну, по-любому, держит свое слово. Девочку. Ладно, что будем со змеей делать? А, там в Акваре у нас, случайно, записки не было? А, это хорошая мысль. Нет, тут записки нет. Подожди, а где змея? Так она же у Саши была. В смысле, где? Я ее обратно положил. Не понял. Ты что, скрывал? Нет. Потому что была крышка. Вы что, придурки, где она? Она что, сбежала? А она точно не опасна? С чем ты думал вообще? Не опасна она. Ром, не опасная же она? Ну, момент. Что значит моментами? Ну... Моментами? Зачастую она питается крысой. О-о-о-о-о. Лучший... Аккорд-то найден уже. Привет, мои прик... Что это за маска? Что это за темные демоны? Знаете, эта маска сейчас мне напомнила... Фанаты Марвел и игры про Человека-паука, я пойму, похожи на маску демонов. Из игры 18-го года. Демоны, если что, были под руководством Мартина Ли. Мистера Негатива. Ну и немножко напоминает мне... Ну, чисто как из японской мифологии, из Оками какой-нибудь. Оками, имею в виду. 2006-го года. Игра Капком. Которую я рано или поздно пройду. Рано или поздно. Если у меня будет время. Красное млекопитал. Но мы... А что вы маску-то не снимаете? Извините ее, пожалуйста. Мы будем рады на вас посмотреть. А, или это она в маске бульдог. Понятно все. Вы меня узнали? Нет. А это я. Ку-ку. Ух. Полиночка. Книги на стол. А почему вы на студии? Что случилось? О, вы уже познакомились с Наташей? Наташа, это змея? Хотя да, это правда. Я знаю, мы знаем, в ШГШ есть вроде. Одна Наташа, и она реально змея. А вдруг это звериная форма? А вдруг реально это звериная форма? Напишите в комментариях. Верите ли вы в это? Девочка моя! Как ты тут? Они тебя не обижали. Что она придумала на свой урок. Кажется, мы знаем, что она придумала. А почему открыть террариум? Где Наташа? В смысле? Вам приняли пустой террариум? Пришел тот Жолудев, ничего не сказал. С Аллаквариума ушел. А змея, кстати, не двигается? Я надеюсь, мы не должны были ее препарировать. Дерзкий. А где змея? Еще сразу дерзкий. Дима! Вы серьезно? У Жолудева спросите. Он принес, пусть и отвечает. То есть, вы хотите сказать, что по школе передвигается моя бедная, испуганная, голодная Наташа? Я не думаю, что она вас сожрет. Вы все-таки владельщица. Владельщица, блин. Извините за русский язык. Быстро я так не сочет, не соображен. Она в нашем классе? Кто? Кто в нашем классе? Лучший педагог нашей школы. А-а-а. Ловко ты это подготовил. Так, глазки блестящие. А не золотые, а с пятнышками. Золотая с пятнышками у меня дома, Анжела. А это черненькая. Для таких случаев я приглашаю всегда Наташеньку. То есть, в нашей школе ты везми не потерялась? Слушай, помнишь, что я говорил? Что я всегда рядом и защищу тебя как мужчина. Так вот, вопрос. На СМИ это тоже распространяется? На СМИ в первую очередь. Мне кажется, я решила нашу проблему. Как? Можно по камерам посмотреть, куда уползла наша... Ага. По камерам поставить? А давайте посмотрим, по камерам. Ведь потому что один дебил, один дебил в шляпе заклеил ее. Хотя, инициатива была всех. А ты умен, тебе бы почаще надевать свои яички. Ты что, баран? Мы же камеры заклеим. Саш, камеран слева от тебя. Первый парк, а что здесь происходит? Александр, почему вы в очках? Нотелла Павлиновна, это просто очки для зрения. Я в них лучше все вижу. По-вашему, я доска? Немедленно снимите это и... Кем моя змея? Нотелла Павлиновна, а вы не можете призвать ее на этом своем... Змеи на языке. Ну или там, на фейте сыграть. Ну я просто видел это в фильмах делать. Я оценила ваш юмор, где... Нет, ну мало ли сработает. Змеи глухи... Ну... Ну, на самом деле, змеи глухие. Они ничего не слышат, но они... Но они на вибрацию реагируют, насколько я знаю. Они очень чувствительны к малейшей вибрации, насколько я знаю про змей. И если что, я не... Я не скорее биологию изучил, а скорее Шерлока Холмса пересмотрел. Наши... Наши русские советские люди поймут. Но должна заметить, что если бедная, несчастная, голодная змея будет ползать в поисках еды своей привычной... О, там сэн. Блин. Хочет попросная, голодная змея будет ползать в поисках еды своей привычной... О, она захочет попробовать что-то новенькое. Даже человека... ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЧЕЛОВЕЕКА! Спаси... Спасибо, что пугаете. Саша ее практикал. Лучше быть съеденным змеей, не входило мне в дом. ОНА ПОТ СТОЛОМ! ОНА КОСУЛАСЬ МОЕ НОГИ! ТАВ ОГРОМНОЯ ЗМЕЯ! ГДЕ? 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 Почему я не выпускал? Так что не надо шеноменески думать, понятно? Значит, змея все-таки была? Да, была, но черную вы потеряли сами! ГДЕ? Хватит разговаривать, не со мной! Но он разговаривает с вами! Он смотрит не на вас! Вы как-то ПУТАЙТЕСЬ! Виарочки сломаны. Моя змея! Да на пофиг-то вашу змею! Ага. Судя по крикам, у вас змея пропала. Нателла Павлина, не переживайте. Чёрненькая такая, да? Симпатичненькая. С глазками, блестящими. Я могу вам помочь. Ещё пятый класс, нашёл пятый А на втором этаже. Слушайте, я не знаю, кому больше помощь нужна была. Моим или змее? Мне. Идите забирайте. Бедную Наташу! Что случилось? Ну, в общем, слава богу, что не террариум. Я так понимаю, Камран и Александр, да? Дневники. Да, Малярчук. Я за что? Как за что? За прекрасный... Получил фашист гранату. Стикер, кстати, снимите. А где жёлтая змея? Жёлтая? Я не поняла, в школе две змеи? Ну, Рашид Жавдатовна, так уж вышло. Такой у нас коллектив, женский змеиный. Дерзкие шуточки ваши. А, кстати, напоминаю, дерзкий Дмитрий, у вас после этого урока дополнительный по химии. А, ну, я думаю, щелку втюрил. Скоро подкатывай. А, ну, если уже втюрился, то... Ну да, подкатывай сколько хочешь. Дополнители тебе и правда не помешают. Рашид Жавдатовна, а кто мне будет возмещать ущерб за сломанное имущество? Имущество? Хм. Это, я так понимаю, вот это сломанное имущество, да? Купленное за деньги, которые вы собрали с младших классов, когда притворялись учителями. А. А, все ясно. Хитро придумано, но не прокатило. Верно. 110 раз улик нет, то наказывать вроде как некого, да? То есть вам повезло, да? Так-то да. Вон заднюю вырывается, гад еще тут. Готовимся к следующему уроку. Не хочу наводить панику, но где змея? Все, змею нашли. Гердский, нашли черную. А у нас была желтая. Ты вообще уверена, что она была желтая? Я вот лично не смотрю. Может, она вообще хамелеон? Слушайте, ребята, нам с Игорем нужно срочно домой. Скажите, что нам плохо стало. А что за Игорь? Это мой друг. Так-так, я что-то не понял. У него в общем тоже змея? Ставлю десятку, что у него в портфеле змея. И еще десятку, что змея будет лучше с ним, чем с Нателлой Павлиной. Хотя это не точно. Так, ну ладно. Нам на дополнительный нужно. Так. Четыре минуты. Я не помню мне, с каких пор мы уходим на дополнительные. С тех самых пор, когда тебя к директору вызвали, не за что. Не за что? Я разбил бутылку об голову Григория Петровича. Слушай, ты мне, Моник, об голову разбил. И что, мы к директору пошли? Дерзкий, ты что-то задумал? Чего я не задумал? С чего ты взял? Так, просто решил наладить, так сказать, отношения с новым учителем. А я смотрю, вам наш класс приглянулся, что хоть... Мне кажется, мы не к тебе шли, мы не к тебе шли. Можешь идти дальше. Идите сюда, как на срач. Слышь ты, срачка шла? Иди, а то я могу на тебя натравить человечка, который любит разбивать разные предметы об голову. Дмитрий, дерзкий, Женя. Рада вас видеть. Не могу не похвалить вас двоих за то, что наконец-то записались на дополнительные. Особенно вас, Дмитрий. Господи. Ну, блин, Руслан, ну... Я понимаю, что это уже новое. Я это уважаю. Смелый ход этих же... Типа, сделать подкаты, еще имею в виду. И как-то намекать на... У-ля-ля... На ля-ля-ля-ля-ля... Между... Учителем и учеником. Но, блин, Дима-то нафига брать вот на эту роль опять. Со стороны можно детскую хотя бы приплести. Причем с Рашито это уже... Было почти реализовано. Почти, почти. Весь на мою половину парты. Нет, твоей половины. Оливия Алексеевна, а мы будем проходить задачи, которые будут на Олимпе? Да, но все по порядку. А можно сесть, как мы хотим. Просто от них воняет. Ну, я не хочу с ней сидеть. Это с твоего рта воняет. Успокойтесь. Будете сидеть так, как я рассадила. Ничего. Нам с тобой осталось это недолго делать. А знаешь, я со своей девушкой тоже познакомился на дополнительную. Весьма до появления тебя в ее жизни. Она была хорошей ученицей. От тебя это звучит так, будто я ей жизнь сломала. Была бы она чуточку умнее не связывалась без тобой. Не как ты. Это ты мой шкафчик захламила, Валентина? Я. Вы пришли сюда поболтать или все-таки знания получить? Ну, лично. Я пришел сюда за эмоциями. Заходите. Вот эмоции. Ты про что? Тут подарок. Тяжелый. Так. Ну, наверное, там что-то ценное, Оливия Алексеевна. О, у вас, наверное, появился тайный поклонник. Тут есть записка. Подарок, который вы достойны получить. Подпись. Дмитрий. Что? Это не я. Дерзкий, твою мать. Ты че творишь? Ты че портить собрался? Хотели, чтобы после урока ты... Вот блин. Блин, Дима сказал бы по-тайне дерзкому, что на самом деле бутылка-то была... Сладкая. Ну, вы ж найдете его, он у нас стесняется. Лучше подарок, открывайте. Что? Это что такое? Не понял! Как что? Подарок, который вы заслуживаете, Оливия Алексеевна. Оливия Алексеевна. То есть я, по-вашему, свинья? Дмитрий. Он из класса. Я разочар... Оливия Алексеевна. Ну, это не я. Так. Я тут вспомнил. Химию я, короче, не особо люблю. Так что я, пожалуй, с ним... О, бобон из класса. Видимо, не только Полине, даже не испорчил. У директора свинопад. Это не я. Ха-ха-ха-ха. Ты видел ее глаза? Хотя ладно, думаю, свинки тоже. Дерзкий. Ты вообще борзел. Это Григорий Федорович. Свинью прислал. Он хотел мне отомстить. И у него это получилось. Ну, ты вроде сумной девочкой сидела. Мозгов так и не прибавилось, да? Человек, который подарил ей свинью, стоит прямо перед тобой. Ты узнал, как я утром, кстати, намочился незаметно вытаскивать свинью из кабинета Нателлы? У меня там вообще целый зоопарк. Короче, жду аплодисментов. Аплодисментов? Ты подсунул свинью, наверное, самой хорошей учительницей в этой школе. Самой хорошей? Тебе напомнишь, что она тебя к директору повела? Да не был я у директора. Она меня спасла. Просто поговорила со мной и отпустила. А ты мало того, что сделал фигню, так еще и меня и подставил. В смысле не было? Что-то сразу мне не сказал. Просто за себя заступиться хотел. За себя заступись. А не говорил я, потому что это был наш секрет. Так откуда я могу знать про ваши секреты с молодой училкой? Не знаю как, но исправляй теперь эту ситуацию. Да погоди ты, я ж не знал. Короче, я спросил брата. Он сказал, что перепутал змей и взял желтую вместо черной. А ведь мне все-таки было две? Да. Зачем вообще хранить змей в школе, где ученики? Это еще полбеды. Он когда брал змею, пропал еще свинью. Я, кстати, только сейчас заметил. Я не понимаю, у них тренд что ли такой. Одно дело у Дерского, но еще и у Анжелы что-то перевязанный палец. Вот этот вот. Указательный. Я не понимаю, что это у них там происходит. Ладно, из-за кулисной интегии я собирать не буду. Но просто я, как я заметил, я это вижу. А, кстати, да. Вот так мы сделаем для красоты. Так нам еще и свинью надо искать. Вам не нужно ее искать. Дерзкий знает, где она. Зимочка у тебя все нормально. Не сейчас, Полина. Что? Оливия Алексеевна меня теперь ненавидит. А, ну че. В принципе, для серии нормально. Нагодится. Но все равно я... Ну... Эта серия чуть-чуть хуже второй. Но все равно Дерский, конечно, с ума сошел. Но уже становится как в четвертом сезоне. Ну, это круто. Но немножко... Немножко он слишком сходит с ума уже. Видать, реально после расставания с дочкой Льва Глебовича у него реально крыша поехала. Оценку ставить не буду серии, потому что... Потому что у меня сейчас не особо варит гола на эту поводу. На этой реакции у меня была самая такая без эмоций. Но это не важно. Главное, что я снял реакцию. Надеюсь, вам она понравилась. Как и мне данная серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Булл. Ожидаясь следующей серии реакций на Школу 6 ШГШ. Всем до новых встреч, друзья. Пока-пока.